друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить спаржу по-корейски мы сможем часто покупаем такую спаржу в магазине потом я подумала зачем это делаем если можно приготовить и эту спаржу дома на самом деле ничего общего с настоящей зеленой спаржи она не имеет но об этом я расскажу чуть позже нам понадобится вот такая вот сухая спаржа соль копченая паприка можно взять обычную луковица чеснок свежий или сухой как вам больше нравится растительное масло немножко сахара перец чили морковка соевый соус и столовый пищевой уксус точное количество ингредиентов ищите в описании под видео смотрите нам понадобится вот такая вот спаржа она называется худжу ничего общего как я уже сказала с настоящей зеленой спаржи на ними вот так вот она выглядит и на самом деле это пенка от соевого молока когда производится его молоко его кипятят на нем образуется пенка эту пенку снимают и получается вот такой вот спаржа многие будут спрашивать где купить такую спаржу на самом деле я искал ее во многих магазинах рядом с домом и нашла только в одном в отделе там где продается соевый соус и листы нори для суши вот там она лежала поэтому ищите внимательнее сухую спаржу предварительно нам нужно подготовить для этого мы ее разламываем на кусочки и заливаем холодной водой вода у меня комнатной температуры дальше мы так вот сверху кладем блюдечко это делается для того чтобы у нас все спаржи было в воде хорошо замучилось и оставляем постоять минимум на три часа можно оставить на ночь теперь мы с вами берем свежую морковку очищаем ее и натираем на терке терку можно использовать как обычную крупную так и специальную терку для корейской моркови но я сделаю по-другому не есть блендер со специальными насадками спиральками мне очень лень тереть я это делал не люблю поэтому я сейчас очищу нарежу на кусочки и пропущу через блендер и и морковку натерли посмотрите что получилось очень прикольно не совсем конечно похоже на корейскую морковку но нам пойдет теперь представим что наша спаржа уже настоялась эту спаржу я заготовила с вечера заранее теперь мы с вами берем тарелку бумажные полотенца и промакиваем спаржу чтобы мне не было лишней влаги спаржа у нас должна получиться очень мягко у нее внутри вообще не должно быть твердых волокон вот эту спаржу я залила водой комнатной температуры и оставила на ночь если у меня стоял примерно часов 12 так тоже можно делать это очень удобно спаржу немножко промокнули теперь перекладываем ее в большое блюдо и туда же отправляем морковь теперь добавляем сюда наши специи высыпаем их вот так вот горкой центр количество специи я указала в описании под видео но в принципе это все индивидуально вы можете добавить чуть больше допустим копченой паприки чуть меньше перца можете заменить сухой чеснок на свежий мелко его нарезав или пропустив через чеснокодавку здесь в общем делать так как вам нравится дальше мы сделаем одну очень хитрую вещь мы берем лук режем его на толстые кольца мы лук можем от шелухи вообще не до конца не очищать потому что нам сам не понадобится нам важно именно масло мы разогреваем на сковородку точнее разогреваем сковородку наливаем в нее растительное масло и обжариваем лук главное чтобы он отдал маслу свой аромат теперь лук убираем масло нам пригодится масло выливаем вот сюда вот по центру куда мы насыпали наши специи как бы мы их получается завариваем теперь добавляем соевый соус и столовый уксус теперь мы это все перемешиваем смотрите если у вас есть молотый кориандр очень вкусно будет добавить до его у меня к сожалению не нашлось поэтому без него тоже я думаю не будет получится хорошо все это мы перемешиваем и оставляем промариноваться хотя бы на часик а лучше часа на три желательно пока у вас это все будет мариноваться перемешать примерно ну хотя бы пару раз то есть если у вас три часа это все стоит нужно там через каждые полтора часа это все перемешивать потому что морковь нас дает сок это все маринуется и если мы перемешаем то специи распределяться равномерно будет вкуснее конечно друзья посмотрите какая у нас классная получилась спаржа она очень вкусная мне кажется что количество специи здесь просто идеальная потому что она не сильно острая в то же время вкус у нее достаточно выразительный обязательно приготовьте спаржу по этому рецепту тем более что это постный вариант спаржа содержит большое количество белка ее можно есть пост и ей быстро насыщаешься готовьте такую спаржу пишите ваши отзывы в комментариях ставьте лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал пока